здравствуйте дорогие зрители сегодня мы расскажем вам интересные новости о некоторых звездах мыльного мира этих звездах которые ну не дают нам скучать ну начнем с долгожданной вести про развод нельконды и хуана сипеды все граждане закончилась эта окупея которая длилась около двух лет ну что расстались они предварительно вылив друг на друга все дерьмо которое было в наличии а было его много пару месяцев вся мексика развлекалась новыми деталями из незадавшейся семейной жизни убийственные конфетки и бизнесмена проворачивающего крайне сомнительные сделки ну слава богу этот сериал закончен ждем с новых нинель не подкачает найдет кого-нибудь еще кто подвергнет ее физическому и вербальному насилию а там глядишь колит на нервной почве или еще чего и все в последних новостях из подробностей новость вторая бомба рассталась самая карамельно-сиропная пара мыльного мира но мы имеем ввиду а расселя рамбулу и себастьяна рульи самое интересное что рульи сделал публичное заявление о том что они заросели пришли к молчаливому согласию разорвать свои сентиментальные отношения и комментировать он больше ничего не будет ну что значит даже не по скандали ли что ли или у них действительно был пиар роман недаром пепилу ригель сразу же написал что это парочка всегда была ему подозрительно ну добавим что это пожалуй единственный случай когда мы с оригелем горячо согласимся сдается нам что это был пиар и ничего кроме пиара карасилика канинель и своей жизни устроил это к реалити-шоу все на продажу все на показ все в прямом эфире оршинные заголовки двусмысленное интервью ну например ровно год назад у нее был роман с артура карман и все издания писали об их неземной любви они раздавали интервью фотографии фотографировались как прям два зайчика артура признавался что любит детей россели как родных россели даже говорил что ждет от него ребенка потом ребенок неожиданно рассосался а любовь прошла не успев как следует расцвести ну вот что же было дальше а дальше себастьян рули занял вместо кармоны стал усиленно изображать образцово показательного влюбленного и опять же фото вдвоем фото с детьми фото с родителями слухи не то предстоящие не то об уже совершившейся свадьбе стыдливо потуплены глаза рассели и скошенные видимо от вранья глаза себастьяна ну и сами понимаете рассели хватило ровно на год может быть сеп стал ей больше не нужен а может быть она свою часть контракта уже выполнила кто знает не удивимся что скоро начнется очередной годичный цикл кто там она свободный не хочет ли попиариться шикарной блондинкой а теперь маленький скандальчик серхио сэндель получил таки заслуженный подарочек от бывшей жены марселы родригес ну что она требует полной опеки над детьми и говорит что после свидания с отцом в них словно демон вселяется то есть с детьми сладу нет никакого расстались супруги в 2011 году после серии скандалов сопровождаемых побоями но сами понимаете что это серхио бил супружницу он всегда был товарищем страстным и на расправу с кором подвиги его можно перечислить давнодолго последний такой случай был в антрепризе вентюрера когда серхио поколотил танцовщика ни за что ни про что просто взял его и в стенку так сказать влепил потом были избиения телеведущего факунду потом было избиение женщины в баре парня который навел на него мобильник и серхио возмутился что его фотографировать будут словом колотил всех кто попадется под руку и это не досужие сплетни это факты задокументированы с излом полиции с долгими разборками но мы уже не говорим о пьянстве за рулем это уже пустяки дело житийское на этом фоне тихое домашнее насилие не кажется чем-то из ряда вон выходящим так что все в порядке дорогие товарищи ларина рухас кажется будет матерью приемной потому что у нее проблемы со здоровьем вы сами об этом знаете ну вот и теперь вот подошла ее очередь на усыновление ребенка она эту новость встретила в америке и вероятно вернется в мексику для того чтобы познакомиться с будущим своим сыном или дочкой она очень счастлива полна энтузиазма ну что же дай бог чтобы все было хорошо все же ларина женщина 40 маленький ребенок это и бессонные ночи и масса других всяких забот но уж когда ребенок входит в подростковый возраст а мама простите женщина пожилая то это вообще тушите свет пожелаем ей конечно успехов всяческих и надеемся что все будет замечательно ну а теперь расскажем об еще одной парочке которая тут вот то ли будет искать родителями то ли не будет родителям это не очень понятно ну вот это хорхи солинос и элизабет альварес слуха предстоящей а предстоящей так сказать вот это вот ну как он скажет о предстоящем родительстве распространил даниэль аренс который и поздравил парочку с этим долгожданным событием ну вот а потом элизабет публику обломала и сказал что не а ничего такого опровергла короче говоря эту новость и сказала что дети будут тогда когда оба будут иметь на это время вот интересно нам когда это оба работают как подорванные хорхи последние три года не слазит с экранов даже грозится сняться в очередной новелле вместе с женой тянуть ты куда когда хорхи будет 50 элизабет 40 так недолго уже осталось каких-то три-четыре года ну а с другой стороны это должно больше беспокоить элизабет у нее-то как раз у детей нет а у хорхи с детьми все в порядке целых двое предыдущего брака с фатимой борджо и его бывшая уверяет что он ей на детей не доплачивает и вообще он с ней не развелся и пусть только попробует приехать в перу она родом оттуда уж там ему покажут мать кузьмы за двоежонство а уж какие высокие отношения у хорхи были с фатиной просто словами не передать ни один сендель у нас отличился домашним мордобоем с алинас тоже приложил к жене только не руки а ноги метелил бабу ногами куда достал туда и метелил очень классный мужик ну что ж на этом мы наши новости завершаем подписывайтесь на наш канал встретимся с вами в ближайшее время до свидания